Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Тема сегодняшнего видео, как мне кажется, слегка необычная, но при этом довольно интересная. Мы с вами поговорим, а также немного, ну либо много, это уж как получится, подискутируем на тему образования. Поэтому я хочу, чтобы вы досмотрели это видео до конца и обязательно поделились своими мыслями, потому что в этом видео я поделюсь своими, поделюсь своим видением вообще образования и, конечно же, поговорим немного о школах. Дело в том, что сегодняшнюю тему я выбрал не случайно. Один из японских детей-ютуберов, которому, к слову, всего 10 лет, снял на своем ютуб-канале небольшое видео продолжительностью всего 2 минуты, где он рассказал о том, что если вы не хотите ходить в школу, то и не надо, никто не имеет вас права заставить. Ни родители, ни государство, нету такого понятия, как обязательное образование. Хотите сидеть дома, то сидите. Также он говорит, что жизнь – это приключение, и каждый сам выбирает, как ее прожить. Поэтому никаких обязательств нет, никуда ходить не нужно, и вообще, надоела вам школа, то пожалуйста. Так как этот ютубер – ребенок, то ему как раз его подписчики, тоже дети, пишут вопросы что-то вроде «Мне надоело ходить в школу», «Можно ли не ходить в школу», «Не люблю школу» и так далее, и так далее. И вот поэтому он, наверное, и сделал это видео. Данный ролик вызвал резонанс в Японии. Видео на данный момент набрало практически 2 миллиона просмотров. 95% дизлайков, а это много для Японии, потому что японцы в основном не ставят ни лайки, ни дизлайки. Они просто обычно смотрят и даже иногда никак не комментируют. Но здесь очень много комментариев, все говорят, что он ничего не понимает, не знает ни жизни, потому что ему всего 10 лет. Ну, как бы это логично, да? Что он не понимает обязательное образование, что такое. Также говорят, что его родители плохо воспитали, ну и так далее, и так далее, и так далее. К чему я все это веду? Я хочу поговорить не об этом мальчике. Да, он вот высказал свое мнение, и хорошо, пусть будет это его мнение. Я хочу высказать свое и рассказать вам свое видение вот этой ситуации, и рассказать вам, почему я считаю, что школа важна, и в каких аспектах и моментах она важна. И, конечно же, я хочу, чтобы вы в конце поделили своим мнением. Так что видео, возможно, получится долгим. Я предлагаю вам налить чай, взять печеньки, и давайте начнем. Друзья, перед тем, как мы начнем, я хотел бы вам напомнить, что у меня есть инстаграм, где я выкладываю много различных фотографий из Японии. Если вам интересно, то, пожалуйста, подпишитесь. Ссылочку я оставлю в комментариях. Спасибо. Думаю, что многие мои подписчики знают, а те, кто не знают, узнают вот прямо сейчас о том, что по образованию я являюсь преподавателем математики-информатики. В свое время я закончил педагогический университет в Москве. Потом еще какое-то время работал в школе и уже позже приехал в Японию, и так до сих пор здесь и живу. Поэтому, когда я буду говорить о школе, о каких-то определенных моментах, аспектах, я буду рассматривать, наверное, с двух сторон баррикад, как и обычный человек, как и все, которые обучался в свое время в школе, так и со стороны, возможно, преподавателя. Поэтому мне будет, конечно же, интересно с вами поделиться своими мыслями, и потом будет интересно узнать и ваши мысли. Уверен, что практически все, кто смотрит сейчас это видео, так или иначе, уже связаны со школой и прочувствовали, можно так сказать, все на своей шкуре. Конечно же, если вы не младше 7 лет. Либо вы сейчас еще обучаетесь в школе, либо вы ее уже закончили, либо вы ее очень давно закончили, либо вы являетесь, возможно, уже преподавателем и тоже обучаете детей в школе. Как бы там ни было, я думаю, у всех остались о школе, или бы сейчас уже есть о школе какие-то воспоминания, какие-то определенные чувства к школе. Возможно, кто-то вспоминает с ностальгией, что вот было время, я ходил в школу, было так здорово, хочу еще раз вернуться в то время. Кто-то, возможно, кто сейчас особенно учится, я думаю, не любит школу, не любит преподавателей, не любит делать домашние задания, и вообще его все это бесит, и хотел бы он, чтобы там эта школа, например, сгорела. Я думаю, у каждого когда-то появлялись, возможно, такие мысли, особенно, когда очень спать с утра хочется, либо перед какой-то контрольной. Ну, как бы там ни было, школа для всех является очень важной ступенью в становлении личности, ступенью в становлении вот своего характера и как большая такая ступень выхода в социум. И об этом вот я хотел бы поговорить. Этот мальчик-ютубер 10 лет говорит следующее, что все знания, которые вам дают в школе, все, чему вас обучают, можно изучить и дома. Для этого не обязательно ходить в какую-то школу. Достаточно просто иметь компьютер, открыть браузер и загуглить интересующую вас информацию. Да, возможно, с какой-то стороны он прав. Вся та информация, которую вам дают в школе, доступная в интернете, вы спокойно можете загуглить все вот эти вот знания, все, что написано в учебниках и прочее. И не только это, вообще все знания человечества, которые есть за тысячи лет истории человечества. Все, загуглили и все. Но это не значит, что вы все это поймете. Это не значит, что вы все это сможете изучить. Дело в том, что для некоторых вещей всегда необходим наставник, который покажет, как правильно это изучить. Как сделать так, чтобы эта информация дошла до вас. Как вам ее использовать и так далее. Не просто же так люди годами, тысячелетиями передавали вот эти все знания друг другу. Были всегда учителя, которые эту информацию как-то воспринимали, потом у себя ее обдумывали в голове и разжевывали детям так, чтобы они ее поняли. Поэтому в этом плане всегда необходим наставник, который является преподавателем в школе. Но другой, конечно, момент в том, что не все преподаватели действительно хорошие. Не все преподаватели могут донести как-то информацию до своих детей, до своих учеников. Я могу рассказать на своем примере, что в свое время, когда я был еще, может быть, в начальной школе, я очень хотел изучать химию. Вот мне прям было интересно. Я представлял это себе что-то вроде, знаете, зельеварения из Гарри Поттера. Я думал, что будет круто изучить, будут всякие опыты, будет что-то взрываться, знаете, там вот дым будет вырываться и так далее. Я себе это так представлял. На деле оказался скучнейший предмет. У нас вообще практически не было никаких опытов. Просто сидели, записывали всякие формулы, моль там и так далее, вот это все. И преподаватель был такой, который не мог объяснить информацию так, чтобы либо я ее понял, либо чтобы она была интересна для усваивания. Да, поэтому предмет мне показался совершенно неинтересным. И химию я совершенно не знаю. Да, вот такая проблема. Возможно, в этой ситуации, если бы я изучал самостоятельно, и у меня был бы в тот момент какой-то интернет, а у меня в тот момент даже интернета не было, то да, может быть, я узнал бы информацию лучше, нашел бы видео какого-то хорошего преподавателя. С этим можно как-то, да, поспорить, возможно, как-то принять точку зрения вот этого мальчика. Но так не все доведено предметы. Но он забывает одну простую вещь, что школа – это не просто место, где вам дают какие-то знания. Школа – это определенный институт, который помогает детям выйти в социум. И на самом деле не только школа, а еще даже детский сад. Поэтому очень многие советуют детей давать в детский сад. Не из-за того, что у родителей появится больше времени там на работу, либо на какие-то свои дела, а из-за того, что дети уже с маленького возраста, начиная там с 3-4 лет, уже будут постепенно вклиниваться в социум. Они будут понимать, что важно не только их мнение, а мнение других людей, которые рядом с ними. Надо с кем-то считаться. Возможно, в определенной ситуации принимать какие-то стороны, да, что-то такое вот изучать. И школа – это очень важная ступень, как я уже сегодня сказал, в становлении личности, в становлении того, кем станет человек, когда он вырастет. Потому что вы подумайте, в школе человек находится целых 11 лет. Ну, там, кто-то 10, кто-то 12, в зависимости от страны, либо от школы и так далее. Ну, очень много, да? То есть даже больше 10 лет, вы только представьте. И все, что вы узнаете за это время, все, что вы чувствуете, с кем вы встречаетесь и так далее, это все влияет на вас. И формирует. Не зря говорят, что классный руководитель и вообще учителя являются вторыми родителями. Это тоже так. Очень хорошо, если вам повезло с классным руководителем, либо с хорошими учителями, которые вас чему-то научат. Потому что преподаватель, и это я вам говорю сам, как человек, который преподавал в школе, что он должен не только преподавать свой предмет, а он должен помогать детям принимать какие-то правильные решения в каких-то ситуациях. Опять же, основываясь на своем опыте, конечно, и преподаватель тоже в каких-то ситуациях может ошибаться. И, ну, он все равно должен как-то общаться с детьми, что-то им рассказывать. Вот когда я преподавал, было, что приходили люди, приходили дети, ученики мои, даже те, которым я мало очень преподавал, да, там из каких-то классов, за каким-то советом они спрашивали советы и по любви, и советы и по родителям, как им в какой-то ситуации поступить, куда им дальше пойти, что изучать и так далее. И в этих ситуациях на учителя тоже лежит ответственность. Он должен как-то посоветовать что-то такое и ответить так, чтобы не испортить жизнь ребенку. Но при этом ребенок тоже должен сам понимать, к чему прислушиваться и смотреть на разные мнения. Ладно, это если говорить об отношениях учителя и ученика. Но помимо самого ученика и учителя, есть одноклассники, которые позволят ребенку понять социум. Потому что школа, это на самом деле концентрированное, сжатое вот наше общество, наш мир реальный. Потому что когда человек выходит из школы в университет идет и дальше идет работать, на самом деле не сильно это и меняется все. Все взрослые, это те же самые дети, которые в школе, просто у них стало больше обязанностей. Им надо где-то там держать лицо, они не могут там дурака валять и так далее. Не могут друг друга кидаться, я не знаю, портфелями, бегать на переменах и так далее. Ну поверьте, все те же взрослые, они те же самые дети. И я тот же самый ребенок. Все то же самое. Просто груз ответственности определенный. И если вы изучили что-то в школе, если вы поняли какие-то уроки жизни, то они пригодятся вам и в последующем, когда вы станете старше. Даже вот есть люди, знаете, над которыми в школе, предположим, издевались. И они с ужасом вспоминают свое то школьное время. Ну понимают, что над ними издевались или по какой причине издевались. Возможно, это их с какой-то точки зрения закалило. В следующей, когда они пойдут на работу куда-то или вступят в другой коллектив какой-то, они, возможно, поступят иначе, будут вести себя иначе. Выберут другую позицию, либо других взглядов будут придерживаться. Разные бывают, да? Для некоторых школа возможность показать свои лидерские качества. И если человек хорошо их покажет и будет понимать, что нужно делать, возможно, и в будущем он станет лидером. Ну, конечно, это не гарантирует то, что если в школе человек лидер, то когда он выйдет из школы, он станет там сразу каким-то президентом всего мира. Такого тоже нет, но человек приобретает определенные знания, которые потом ему очень помогут. Это маленький социум, в котором есть свои тоже правила и так далее. И это нужно понимать. Если человека в школе обманули, и он понял, почему его обманули, в какой ситуации его обманули, возможно, когда он станет старше, и когда вопрос пойдет не о каком-то там, на какой-то мелочи, да, я даже не знаю, о чем в школе может быть сейчас, но когда он станет старше, возможно, это сэкономит ему деньги, нервы, возможно, компанию ему спасет или что-то такое. Также не стоит забывать, что в школе, если мы говорим про смешанные школы, а не школы, где учатся либо мальчики, либо девочки, об этом у меня, кстати, есть отдельное видео, я там высказывал свое мнение. Кому интересно, посмотрите. Я говорил о том, как я отношусь к школам вот такого вот вида. Но если мы говорим про смешанные школы, то дети учатся тому, как общаться с противоположным полом. Возможно, кто-то найдет свою первую любовь там, а возможно, найдет и любовь на всю жизнь, такое тоже бывает. Также люди находят друзей, подходящих им. Потому что вот я могу сказать, конечно, не у всех так, возможно, мне повезло, но мои лучшие друзья, они именно из школы. С одним я познакомился еще в самом-самом детстве, а с другим я уже познакомился, когда в старшей школе переехал в другой район и пошел в новую школу. И тоже мы до сих пор общаемся, и у нас все отлично. Поэтому я всегда лично вспоминаю школу с теплотой. Конечно, некоторые моменты мне не нравились, и в свое время мне не хотелось ходить в школу. Кстати, еще одна вещь, о которой я хотел бы поговорить, это именно оценки. Когда я учился в педагогическом университете, нам, кстати, говорили, что надо говорить не оценки, а правильно будет отметки. Но не суть важна. Я думаю, все знают, что кто-то может получить два, кто-то три, пять. Есть отличники, двоечники, троечники и прочее. И к каждому есть определенное отношение. Учителя со временем начинают делить людей на категории. И это все действительно, как в современном обществе. Если отличник почти по всем предметам получает пять, и один предмет ему, предположим, ну не удается, не понимает он, и речь идет на самом деле о тройке по уровню знаний, ему все равно могут поставить пять. Почему? А потому что репутация и прочие заслуги этого человека уже работает на него. И на самом деле реальная жизнь работает точно так же. Когда человек уже выходит в общество, где-то работает на компании, репутация может работать на него. Как в плюс, так и минус. Если человек двоечник, то к нему уже изначально у многих преподавателей будет, например, слегка предвзятое отношение. Ну и так далее. Если у кого-то в школе, предположим, мама работает преподавателем математики, и благодаря этому ученику завышает отметки, он там получает какие-то привилегии и так далее, то это все то же самое, что в реальном мире. К сожалению, не всегда все люди равны, и, ну, даже далеко не равны. Всегда есть кто-то сильнее, либо с большим количеством власти, у кого-то больше связей и так далее. В реальной жизни все то же самое. И школа тоже этому учит. Но я хочу вам сказать вот такую вещь, что оценки, отметки, вот все, что вы получаете в школе, это не характеризует вас как умного или глупого. Потому что есть люди, у которых вообще другой склад ума. Они, возможно, иначе считают. Вам могут поставить два только из-за того, что вы решили задачу правильно, но не по той формуле, которую сейчас изучают. Может быть, вам эта формула непонятна, но зато другая лучше понятна. Но все равно вам поставят два. Это же не говорит о том, что вы глупый. Кто-то вообще, возможно, смотрит на какие-то вещи совершенно иначе, не подходящие для школы, и он окажется в последующем гением каким-то. Поэтому, какие бы вы отметки в школе не получали, вообще на это не смотрите. Все это фигня, и в жизни это никак, совершенно не будет ни на что влиять, и никак ни на что вообще не пригодится вам. Да, конечно, если у вас золотая медаль, и потом красный диплом, то, возможно, работодатель посмотрит на вас лучше как-то и больше шансов, что вас возьмут где-то на работе. Но в последующем, опять же, все будет уже зависеть не от этих отметок, а от того, какой вы человек, как вы себя показали. Лично я на своем опыте, конечно, может быть, мне всего 30 лет, и я многого в жизни не понимаю. И я думаю, что будут среди просмотревших это видео люди, которые намного старше меня, и у которых опыта больше, которые мы смогут написать, возможно, свои мысли. Но опираясь на свой опыт, я хочу сказать, что всегда самым главным будет то, кем является человек, именно его характер, как он относится к каким-то вещам, быстро он усваивает информацию, либо нет, как он реагирует на трудности и так далее. В японском языке тоже есть, хитогара называется, характер человека, вот как он внешне выглядит, по сути, даже если перевести дословно, это узор человека, что он из себя представляет. Это всегда будет важно, поэтому на отметки просто не смотрите. Но знаете что, друзья, наверное, всем, кто до сих пор сейчас учится в школе, я бы посоветовал, наверное, посмотреть на школу и на всю свою школьную жизнь немного с другой стороны, с другого угла, и переосмыслить все, что вы знаете о школе, все, что вы от нее получали. Почему я так считаю? Возможно, да, вы сейчас не любите школу, она вас просто бесит. У вас какие-то сложности с вашими одноклассниками, либо сложности с каким-то определенным преподавателем. Он вас не понимает, он плохо обучает, гнобит вас, либо вообще он глупый и знает о предмете меньше вашего. Вполне такое может быть. Сейчас в школы кого только не берут, поэтому я могу себе такое представить. Но подумайте о том, что школа это некое такое заведение, которое научит вас всему, чему вы захотите о настоящей жизни потом за стенами школы, если вы сами будете в этом заинтересованы. Если вы хотите получить какой-то урок, получите его. Изучайте максимум всего, что возможно. Попытайтесь, может быть, если вы хотите в будущем, предположим, делать какой-то бизнес, то попробуйте начать небольшой бизнес в школе. Я не говорю там торговать какими-то запрещенными веществами, но почему бы не договориться с вашими одноклассниками, которые тоже, возможно, в чем-то заинтересованы и у которых тоже есть знания, например, в какой-то области и вместе что-нибудь создать. Попробуйте создать какой-нибудь сайт по интересам и вместе его продвигать. Почему нет? Возможно, эти ваши одноклассники станут потом вашими компаньонами. Либо попробуйте еще что-то сделать. В школе нет, например, какого-то кружка, который вам интересен. Вот, например, даже не будем далеко ходить японский язык, да? Многие, я думаю, из тех, кто смотрит мой канал, заинтересованы в Японии, в японском языке, ну и вот во всем этом, да? Попробуйте сами сделать в своей школе кружок японского языка либо кружок культуры Японии, там, клуб какой-то, да? И попытайтесь его развить, чтобы в него вступили люди, может быть, не только даже с вашей школы, а там и соседней школы и так далее. Почему нет? Пусть для вас будет этой как площадкой для тренинга всего того, что вы сможете сделать в будущем. Ну, либо, предположим, вам нравится какой-то школьный предмет, но вы хотите знать больше того, что дают школе, пойти на какой-то следующий уровень. Ну, в вашей школе нету, например, специального класса там математического либо гуманитарного. Предположим, вы хотите изучать более глубоко биологию. Почему бы в школе вам тоже не создать какой-то клуб, не договориться с преподавателем, что вы соберете несколько таких же заинтересованных людей в биологии, и преподаватель будет дополнительно с вами заниматься? Возможно, это будет стоить какую-то определенную сумму денег. Да, там вам надо будет, может, раз в месяц платить, там, я не знаю, дополнительно 500 рублей. Такое тоже может быть. Я не знаю, какая будет структура в школе, это как вы ее сами поставите, как вы договоритесь с преподавателем. Ну, почему нет? Если вы хотите получить знания, если вы хотите что-то сделать, школа это идеальная площадка, и вы все сможете это сделать. Было бы желание. Какой-то совет вы можете сами учинить в школе. Почему нет? Подумайте над всем этим. Ну что ж, друзья, наверное, это видео я хотел бы закончить тем, с чего начал. Опять же, вернуться к этому 10-летнему мальчику, японскому ютуберу, и сказать, что, конечно же, на мой взгляд, он не прав. Да, ему всего 10 лет, он еще не видел жизни, и многого не понимает, но сколько сейчас в мире таких 10-летних мальчиков? Очень много. И не только мальчиков, но и девочек. Я думаю, очень много детей, которые действительно так думают. Я надеюсь, что вот эти вот комментарии, которые мы написали, и вот эти дизлайки позволят ему понять, возможно, как-то переосмыслить и поменять свое мнение по отношению к школе. Потому что лично я считаю, что школа очень важна, и да, возможно, это не до конца прознание. Это не то место, где вы пришли, отучились и ушли. Школа это такое заведение, которое дает вам все, что вам пригодится в последующем в жизни, как я уже сказал в этом ролике. Поэтому, проще говоря, школа это школа жизни. Лично мое мнение такое, и я хотел бы узнать ваше мнение, что вы обо всем этом думаете, и поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Возможно, я сказал не все, что хотел, и что-то мог просто забыть, но благодаря вашим комментариям, какому-то обсуждению и дискуссии, которые у нас сложатся, мы с вами это сможем обсудить. Возможно, в последующих роликах я, может быть, соберу ваши отзывы как-то, но посмотрим, что из этого всего получится. Но лично мне кажется, что важно брать какие-то интересные темы и дискутировать о них. Что вы об этом думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях тоже по этому поводу, нравится ли вам такие видео и стоит ли делать их больше. На самом деле, на канале есть рубрика, которая как-то началась, ну и потом заглохла, в принципе, у меня такое на канале часто бывает. Называется она «Мысли в смысле». И вот как раз ее цель взять какую-то тему, обсудить, подискутировать и прийти к какому-то выводу. Возможно, к нескольким выводам, либо столкнуть несколько разных мнений. Мне кажется, это довольно интересно, поэтому я буду время от времени делать такие ролики. Ну что ж, друзья, на этом все. Не забудьте поделиться в комментариях своим мнением и поставить лайк, если этот ролик вам понравился. Ну что ж, до встречи в следующих видео и до свидания.